ассалам алейкум хадр лахаум салам алейкум мои друзья те кто смотрит мой канал те кто подписан кому интересно значит мое видео вот сегодня значит нахожусь в центральном парке это город астана это столица сейчас ее зовут нур-султан казахстан столица казахстана вот видите я показываю специально сзади от лужи что вот недавно был дождь вот буквально дня два наверно моросила так и сегодня вот как и обещал вышел за грибами хотел поснимать посмотреть что есть значит какие грибы есть ну давайте дальше пойдем вот смотрите еще один шампиньон еще один грибочек давайте посмотрим по моему это вот он ведь какой открываем вот кстати вот кстати вот вот ребята те кто не разбираются грибах да я вот он показывает ложный шампиньон ведь вот то есть это гриб он ядовитый то есть вот не советую его собирать готовить тем более то есть видите чем она отличается да вот все такой же да вот по запаху запах тоже гриба да но видите у него нет юбочки то есть у шампиньона должен был вот здесь вот здесь вот вот на стебле да вот на этом нас туалет должна быть юбочка и вверх видите наблюдаем вверх видите он но скорее он похож на на мухомор вот есть такой мухомор да но этот мухомор съедобный то есть как его называют я вот забыл по латинице да вот есть такой мухомор красный а есть мухомор вот вот такие вот светом вот ведь он такой как бахрома ведь покрыта как бахрома то есть вот такие вот есть мухомора но они съедобные такие мухоморы но лучше тоже давайте не будем собирать лучше потому что я вам скажу что вот нету бахроме это не шампиньон это ложный шампиньон но может быть это и мухомор то есть есть такой мухомор их слова я забыл как же он называется забыл как дай бог памяти в общем это несъедобный гриб лучше не рисковать хотя многие скептики я знаю они могут возразить что вот если его отварить да вот мухомор вот этот вот который белый езда его можно отварить не едят его люди ничего там такого наркотического такого нет как заявят ли некоторые люди вообще мухомор вот его едят в основном народ наркоманы я видел даже сюжет вот в интернете когда там бабушки продавали на базаре вот мухомора они знали что там наркоманы приходят покупают от мухомор и вот они видят что клиенты есть и они вот сдыхивали значит мухоморы там по-тихому значит вот только грибы продает к ним наркоманы подходят ко мне тоже кстати были такие случаи когда петропавловский я был на базаре тоже подходили говорят тоже брат есть мухоморчик там чего-нибудь то есть ребята этим не стоит заниматься это статья и вообще распространять зло я считаю это зло не стоит вот ребята значит бродил я бродил по парку по парку если эти люди бегают занимаются спортом приводят детей а моя задача знаешь это я ищу грибы вот я нашел кучку грибов сейчас я вам покажу и объясню что это такое вот видно было вот видно на вот вот видите куча грибов тоже это осенние грибочки они тоже ответил вот если один покажу вот смотрите тоже заметили да вот то есть тоже острые видите как пирамидки вот такие вот острые и когда вы видите вот такие вот острые грибочки да в основном это процентов 99 это ядовитые грибы понимаете да тоже пахнут вроде как благородные тоже запах как бы съедомных грибов но все это обманка то есть это ложные опята то есть не вздумайте собирать не вздумайте готовить из них какой-нибудь суп там еще потом будут у вас значит проблемы значит вот вот такое семейство значит вот она растет тоже появляется осенью это ложные опята то есть обратно животного час срывая вот смотрите видите то есть тоже нету бахромы первый признак того что это ядовитый гриб и еще раз я вам говорю что вот у него вот такой вот как бы пирамидальная такое знаете острое такой остроконечный вот вот на этом грибу даже хорошо вот видно вот эти вот эти такие остроконечные они такие то есть в основном ядовитые грибы они вот такие вот все остроконечные поэтому ребята не вздумайте такие грибы собирать тем более употреблять их пищу это опасно здоровье ну а мы давайте дальше пойдем будем дальше искать а вы смотрите значит ставьте лайки а вот значит ходили мы ходили бы ходили мы ходили бродили по парку вот значит ходили ходили бродили и все-таки нашли гриб то есть удобный абсолютно сейчас я вам покажу потом спрятался видите видите вот он спрятался сейчас мы его сейчас я его так как бы вам удобно чтоб вот так вот так вот да вот так вот он значит клип вот мы его раскапываем так где-то наш ножичек был для этого случая не зря же я брал с собой ножик вот нас ножичек и берем вот так аккуратненько срезаем чтобы не повредить грибницу срезали переворачивать вот он ведь какой красавицы вот это вот я вам скажу ребята это съедобный гриб это очень хороший он очень вкусный запах так ах офигенный гриб это съедобный гриб это значит называется коровник но вообще это грусть семейство груздевых относится этот гриб но в простонародье его называют коровник там еще как-то по-другому вообще это грусть его можно жарить можно мариновать можно то есть все что угодно можно с него делать очень хороший очень вкусный гриб и потом значит раз это груздевых семейства да то есть всегда вот если вот идея взял я обычно закапывал так местечко где его нашел там нужно обязательно еще раз просмотреть все это обходить просмотреть вокруг потому что они обычно растут вот семейство то есть редко бывает что один вырос и все но если другие конечно не подобрали хотя вот в парке вот я вам показываю ведь вот все значит здесь газоны все подстрижены все здесь аккуратно все красивенько и в то же время видите вот как она быстро грибы растут не успевает трава вырасти уже гриб уже вымахал видите какой размер а вот как я вам и говорил пожалуйста вот они вот она еще одно семейство вот они ведь как я и предполагал вот смотрите вот он еще один нас и раскопаем немножечком аккуратно так срезали вот он вот он ведь то есть очень хороший гриб а здесь что угарочек такой обычно вот это вот я так закрываем что куда солнце не попадал чтобы не сохла крепница и давайте дальше пойдем взял я с собой не зря рюкзак значит что-то будет давайте еще здесь посмотрим вокруг вот если нашли вот такой один гриб то не спешите убегать этого места нужно все это по кругу так рассмотреть да ну может где-то еще один какой-нибудь курс с 1 большой нашли вот он порой чуть поменьше и смотрим рядом еще ну давайте я чтобы наверно отключу а хотя нет хотя нет ребят вот пожалуйста да вот смотрите вроде незаметная такая кучечка да вот смотрите вот она ведь кучечка какая незаметная скрываем скрываем да там пожалуйста два грибочка еще раз тоже так режем аккуратно у нас сегодня будет обед грибной суп на грибной суп мы уже набрали даже на зажарку можно сказать даже набрали витиску обратно вот это также закрываю ребята вам также друзья советуют грибницы закрывайте пусть они растут у нас в астане пусть будут у нас грибы в парке иначе грибница если засохнет или повредиться то потом уже долгое время нужно чтобы они снова выросли но они вырастут так давайте все я сейчас пока я сейчас значит прервусь обратно же как найду еще я еще буду снимать не забудьте ставить лайки лайки вот нашел гриб поставьте лайк напишите комментарий может может быть я ядовитые грибы собираю а не ядовитый наоборот выкидывает понимаете о значит нашел себе такой посох прям обрадовался прям под меня вот будем за грибами отходить и вот всегда удобно иметь вот такой посох это там где-то травку где-то там открыть прикрыть где-то узнаете что в лишнего тела движение делать и вот сейчас значит посмотрите ребята на вам показываю эти палка показываем эти грибочек грибочек давайте сейчас к нему подойдем поближе я вам сейчас его покажу вот он ведь и грибочек вот я открываю вот всяких и множек волшебный ножек так без смелера опа аллах от парка говорится сделал все вот он кстати вот он вот он настоящий шампиньон тоже закрываем вот смотрите вот настоящий шампиньон съедобный который вот можно кушать видите да вот юбочка про который я вам говорил тоже ведь и строение гриба видите то есть он такой полукруглый да вот он не острый не пирамидальный понимаете есть юбочка и запах и запах такой благородный благородного гриба запах настоящего гриба то есть вот вот значит вот если растут такие шампиньоны шампиньоны я вам тоже скажу они растут семейством то есть тоже можно вот если вот нашли один гриб да то рядом нужно где-то посмотреть обязательно где-то должен быть еще грибочек но они обычно располагаются прям близко друг друг лайк не забываем ребята грибочек лайк грибочек лайк и пишите комментарии пожалуйста вот тоже наткнулись значит на такие же грибы вот ведь он как он растет ведь вот они обычно растут семейством также вот как шампиньоны шампиньоны тоже часто растут вот видите тот маленький это вот тоже маленький ведь рядом еще один маленький там еще рядом маленький то есть вот они обычно растут семейством вот сейчас отойду и ответьте видно да то есть ребята не советую вам эти грибы употреблять в пищу не советую его собирать хотя он пахнет как гриб он ну вот видите у него как зонтик видит как а с острый такой как пирамида видите на то есть это первый признак ядовитости гриба то есть удобные они какие-то закругленные такие более такие культурные да можно сказать слово да такое применить а вот вот такие вот острые как бы они такие агрессивные даже по виду то есть это уже ядовитые грибы то есть вот дальше давать идем вот значит мой рюкзак он мой посох валяется я вот шел значит посохом раз пошевелил и его чудо представляет я думал что вот такой такой маленькая окажется это бабок видите правда маленько покоцаны все-таки городской житель ведь это подберезовик бабок значит рядом тоже посмотрел рядом тоже вот вот его значит соседушка тоже видите покоцаны видать или муравей или кто его жучки может какие-то сели но факт то что бабки у нас в парке тоже водятся вот он 3 тоже а бабок тоже такой покоцаны вот их три штуки уже ведь какие-то маленькие а вот еще один растет вот вот он ведь то есть вот уже 4 а бабках я нашел в одном месте а вот не смотрите еще один он растет побольше давайте сейчас я вот елочка да заглядываем прям под елочку они это ошибка это листик такой похожий на бабку видите такое бывает разочарование то есть вот теперь по кругу вот как я вам говорил я нашел ходим сперва по малому кругу потом по большому ну а бабки они обычно семейством они редко растут не бывает один-два ну я редко такой встречал я вот подосиновики я знаю я встречал подосиновики красноголовки знаете живот если вот она растет она растет прям полностью весь лесок я помню находил прям полностью весь лесок подосины в грибочках подосины в грибочках ну а эти видите покоцаны может быть думаю вот что вот траву косят же знаете пока они маленькие были видать жиг-жиг там вот эта прокосила может быть поэтому они такие вот как можно оказывается увеличивать вот они за штаба вот как можно уменьшать все идем дальше не забывайте лайк лайк каждый грибочек лайк ну все вот посох теперь у меня есть я прям как как настоящий грибник теперь с палочкой опа все встаем рюкзак посох все дела нахожусь я повторюсь это парк это вот столица казахстана это астана нур-султан сейчас его зовут вот дальше пойдем искать грибочки ну а вы друзья подписывайтесь на мой канал пишите комментарии пишите лайки ну а я наверное на этом закончу свой репортаж да то есть я вам показал что какие грибы на сегодня есть можно искать в парке это значит шампиньоны коровники вот эти вот которые коричневые значит шампиньоны тоже можно использовать и суп и жарить то есть они очень тоже вот как сказать для любых блюд она практически подходит и запах у него знаете такой хороший когда вы готовите прям весь дом будет вас грибном грибок грибами пахнет это я вам гарантирую ну кухню этот сто процентов то есть запах у них очень такой хороший не то что вот вы купите там в магазине знаете там магазине они все равно более искусственные эти грибы то есть вот эти вот настоящие которые от природы которые природа матушка значит создала они очень вкусные они такие запашистые также как земляника или клубнику возьмем тоже тоже запах вот если землянику варенье вскроешь зимой прям такой запах шикарный и грибы также то есть чисто это природные грибы но я значит на этом видео наверное завершаю всем пока пока всем вам удачи всем вам счастья добра берегите себя своих близких ну и конечно же будете в парке обязательно берите только те грибочки которые вы знаете то есть те которые вы не знаете лучше их совсем не брать и потом просьба к вам да вот если вы видите например какой-то гриб который вам не нравится да вон там мухомор даже например да поганка то ребята пожалуйста не пинайте не уничтожайте эти грибы они все равно если природа их создала то они значит созданы для чего-то чего еще видать наука еще не дошла до этого но я надеюсь все равно дойдет с вами был ергали всем добра всем добра берегите себя своих близких не забывайте подписаться на мой канал здесь значит еще я вам еще один анонс еще один у нас значит есть анонс это в субботу в субботу 24 00 каждую неделю в субботу значит я выхожу в youtube в прямом эфире разговариваем на любые темы на любые если политика давайте про политику если там про социалку давайте про социалку про жизнь давайте про жизнь про религию давайте про религию то есть любые вопросы задавайте я постараюсь ответить то что я думаю мое мнение и давайте там поспорим подискутируем то есть я думаю будет интересное такое общение но пока салам алейкам как говорится у нас у мусульман подписывайтесь не забывайте ставить лайки вот такие вот а а это это мы это